Значит, в первую очередь, что я хочу тебя спросить, мы ее будем записывать, нашу беседу, наше знакомство, потом мы ее выложим нам в группу, в час побед, и на YouTube обычно еще выкладываю, чтобы если кому-то будет интересно, могли к тебе обратиться, ну там, с услугами, за чем угодно, то, в чем ты эксперт. Окей, ладно, давай, значит, тогда контролируй, значит, обычно получается, я там минут пять забираю, рассказываю, как у нас обстоят дела, по какому плану идем, ну а потом, собственно, на твое время рассказываешь все, что хочешь, все, что считаешь нужным, и все это записываем. Значит, смотри, обычно там пять минут я отвожу на процесс, да, вот по правилам, которые мы преследуем, ну некий план, будет три момента, три темы. Первое, это просто про тебя, как про человека, что нравится, что не нравится, какое хобби, семья, дети, муж, друзья, родители. Чего, пропадаю? Да, чуть подзависло, но сейчас нормально уже. Значит, второй момент, просто про твои навыки, которые за всю жизнь получила, и третий момент, это навыки, экспертность, которые сейчас у тебя основная деятельность, да, чем зарабатываешь, чем можешь помочь, какие услуги оказываешь, и с чем к тебе можно прийти для помощи, ну или там, для заказа. Вот, можно приступать, рассказывать про себя, с детства обычно все начинают, я родился тогда-то, тогда-то. Да, первый звездный час, да, у многих, наверное, ни у кого вы интервью не брали в этот раз. Ну, все на самом деле в какой-то момент переживают, я хочу просто обозначить тебе, что наша запись, эта наша встреча, по большей части является обычным телефонным разговором дружеским, просто для того, чтобы узнать друг о друге побольше. В этом плане, вначале я как бы тоже пытался влезть, чтобы что-то про себя расскажет, но когда там третий, четвертый, пятый созвон пошел, я понял, что, ну, смысл мне по сто раз повторять, поэтому все время, по большей части, уделяю гостю, и поэтому можешь быть вполне... Классный интервью, Эра, я смотрела, ну, несколько, да, тоже все, по ограниченному временному ресурсу, не получилось, там, прям, каждый бы смотреть, но очень здорово, что ты даешь высказаться людям, и как-то очень-очень мягко прям управляешь, знаешь, как Надежда Стрелец, не перебивая, здорово. Давай, здесь сделаем точно так же, потому что по большей части познакомимся с тобой, и очень интересно нюансы, которые у тебя присутствовали в жизни, на чем получилось, что тебя сформировало, какой, ну, и как дошла до нынешней ситуации, до нынешнего момента в жизни. Ну, в целом, мы же можем и в меньшее, да, количество времени уложиться? Конечно. Отлично. Ну, так что, с самого детства начинать? Да, 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 давай. Самое интересное обычно. Ну, окей, если там начинать прям с самого детства, я выросла, родилась, собственно говоря, в семье военных, да, и вот некоторые прелести кочевой жизни до определенного момента я испытала. Чем я, вот, родилась на Дальнем Востоке, это как раз место службы моего отца, а потом, ну, там, два года мы пожили, еще я маленькая, получается, была, а потом мы переехали в Генгрию, еще там пять лет жили. Вот, а потом, когда наш родился, соответственно, мы вернулись уже в Совет еще тогда, а получается у меня, ну, по сути, одной ногой у меня папа там из Харькова, мама из Белгорода, да, Белгорода, и мы вот так жили, по сути, то там, то там. Ну, в смысле, основное место жительства у нас, конечно, было в Харьков, вот, но в Белгород мы часто ездили к бабушке и к родственникам. Соответственно, выросла, собственно говоря, я в таком украинском поле, и даже не представляла, кем я там буду в будущем, вот, но так как на тот момент это были 90-е, да, у меня было такое предположение, что надо идти вот что-нибудь с экономикой связано, там, я в старших классах начала изучать там какие-то экономические вещи, вот, и возможности особо у меня там большой в институт поступить не было, да, я поступила в колледж, и я так удачно поступила, я думаю, тоже такое проведение судьбы, наш колледж, там, буквально я там поступаю в сентябре, да, а через месяц он проходит аккредитацию на высшее учебное заведение, то есть таким образом, по сути, я получила высшее образование, вот, и, ну, как раз на последнем курсе института я познакомилась со своим мужем, вышла замуж, а муж у меня из Курска, из Курска области, ну, и, соответственно, приехала в Россию, где-то как раз был где-то 2004-2005 год. А у тебя институтки и друг? Нет, 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 ну, вот как раз в Белгороде, да, куда мы приезжали постоянно, бабушки, Белгородская область, там знакомые. Слушай, я хотел спросить, скажи мне, перебью тебя чуть-чуть, если у меня микрофон включен, и я при этом молчу, у меня там слышно ерунду всякую, кукушную линейку. Фоновый фон, ты имеешь в виду? Да, музыка тут просто, мне кажется, ерунду. Ну, не мешает, нормально. Ну, ладно, ладно. Просто думаю, то ли выключать, то ли оставить. Хорошо, значит, ты знакомишься с мужем. А, слушай, а переезды, которые у вас происходили, ты это была в школе, как вообще это отражается на личности, когда ты вроде с одним классом там познакомилась, учишься, учишься, там бам, дернули, переехали, или не было такого? Не, вот смотри, я родилась же вот на Дальнем Востоке, мы там два года, я, собственно говоря, ничего не помню, да, потом мы в Венгрии переехали, и там вот пять лет, там я в школу пошла, в первый класс, там в САГС я ходила, там, получается, военный городок был, вот, а потом мы вернулись. Понятно, что когда мы жили в Венгрии, для нас, для всех это была такая безумная тоска по Советскому Союзу, мы все очень хотели домой вернуться, да, то есть там не было такого, что, о, как здорово мы там за границей живем, да, ну, во всяком случае дети вот такого не испытывали, да и родители, собственно говоря, тоже. И если у нас, например, кто-то собирался ехать там домой в Советский Союз, да, и для всех это вообще была безумная зависть, вот, и едешь там домой, да. А что там в Венгрии совсем сложно или что? Нет, там было прекрасно все. Что там, тихо, тихо, спокойно? Я знаю, что там по родине. Ностальгия? Да, да, скорее всего так, потому что нет, там на самом деле все было достаточно, хорошо, и в целом там не было такого, что прям, знаешь, закрытых городов. Ну, он, конечно, он был закрытый, да, но при этом мы свободно перемещались, там мы могли в Казапеште ездить, там город, в котором там рекомендированы были. А почему закрытый он? А? Почему закрытый он город? Ну, город не закрытый, городок военный, там же база была военная. А, я понял, вы как бы именно на военной, это... Ну, да, там для, когда база размещается, соответственно, там и семьи располагаются, база там в стороне, ну, то есть там летчики, да, были, а семьи, обычные живые дома и живой поселок. Вот, а потом, когда мы приехали, соответственно, вот в... Ну, вот. В этом селе, в Украинском, конечно, мне оно категорически не нравилось. Вот, мне больше хотелось в Билдерде жить, с бабушкой маминой, но при этом вот мы жили там, и, собственно говоря, там я и выросла, да, и, честно говоря, терпеть не думает, все. Это прям крайне любиво. Ну, при этом, да, у меня там была такая сельская школа, и очень такое интересно, вот у меня всегда такие были амбиции, да, что-то настигать поддеваться. И у меня не получалась физкультура. Вот прям я очень плохо бегаю. Вот на тройку, на двойку, на тройку, еле-еле мне натягивали эти оценки. У меня вот украинский язык и физкультура. Вот украинский там более-менее, там четверка, да, с четверки на пятерку более-менее перебивалась, а физкультура вообще никак, особенно с этим бегом. Я начала бегать, вот мы жили возле леса, я прям в лесу начала бегать. Мне учитель физкультуры когда-то говорит, вот, иди в лес и бегай, чтобы у тебя была хорошая оценка. Я ушла в лес и начала бегать. Вот. Оценкой я не могу сказать, что, конечно, мои спринтерские навыки не улучшились, да, но там длинные дистанции у меня, конечно, только лучше. Вот после этого, мне кажется, да, я, в принципе, полюбила бег. И я не могу сказать, что я вот прям вот регулярно-регулярно бегала, да, то есть у меня как-то период у меня там могу два года бегать, потом шло мне год-полтора там прерыв. Вот. Но при этом вот, наверное, со школьных лет это вот привилось благодаря урокам физкультуры. Вообще, просто, я не знаю, я так благодарна нашему учителю, он такой ответственный был, он так переживал за то, чтобы у нас была такая нормальная спортивная подготовка, там, чтобы все нормативы сдавали. Но при этом воспринимали, куча там отвынили, от практики, то еще что-то. Вот. И, ну, уже во взрослом возрасте я потом уже вернулась к беговым каким-то вот занятиям своим, да, я в марафон побежала. Спринтерские навыки у меня демо улучшились. Марафон, это что, 40 километров ты пробежала? Да, да, да. 40 километров пробежала? 42. 42-42, да. 42-95, да. Вот. И, ну, на самом деле, мне было это не очень сложно. Конечно, более сложная подготовка. Ну, при этом, да, я сделала. И как-то потом началась пандемия, и после этого что-то, когда подокрывали всех, вот как раз какой-то перебой случился с бегом. Ну, справа тоже, справа тоже там начала пендриваться, да, то отключаем, то через ВПН заходить. В общем, ну, я думаю, еще и в принципе настроения такие были, очень тяжело было с ним оставить, заниматься. Вот, и, по сути, благодаря Часу Побед я начала с часа пять втягиваться во всю эту историю. Как ты вообще нашла его? Я же через Юлу пришла. Я, кстати, с Юлей, она мне периодически говорила, что вот она там в каком-то клубе, но она как-то особо не приглашала. Она говорит, ну вот, я встаю в 6 утра. Прикольно. Ты можешь вставать в 6 утра. Она говорит, давай я тебе буду звонить. В общем, какое-то время она даже мне звонила, но, знаешь, так тяжело, на самом деле, когда у тебя нет какой-то вот четкой цели, мотивации. Ну, вот, встать в 6 утра, вот ради чего. А благодаря клубу у меня как раз появилась какая-то цель и мотивация вставать. Я сама вот просто удивляюсь. У меня вот папа, да, он такой прям сова, он может всю ночь работать, там, может сутки работать, да, потом отоспиться, потом опять вот такими вот какими-то наплывами. У меня тоже такое есть. Я удивляюсь, ну, как я до сих пор, вот сколько у нас уже больше 33, да, дней. Ну, 35. 35 сегодня. 35. Вот, и я сама удивляюсь, как я вообще бегаю и встаю. Даже белый-белый-то ладно. А вот как я встаю в 6 утра, это, конечно. А что ты для себя нашла? И что? Что для себя нашла? Что стало вот этой причиной, для чего ты это делаешь? Я думаю, знаешь, это что? Это больше, наверное, вот такая игровая форма, да? То есть это как гейминг, да? Какие-то вот гейминги. Гейминги. Гейминги, да. Да, да. Смотрены, и благодаря тебе, наверное, они усилились за счет бота этого, да? То есть тебе вот интересно встать и собрать эти галочки. Знаешь, как в игре, Марио, бегаешь, собираешь монетки. Так и в это. Ты встаешь и собираешь галочки, да? Вот ты же можешь сказать, ради галочек встаешь. Ну, как бы, с одной стороны, вроде, такая себе мотивация, а с другой стороны, вот, оно работает. Ну, а после практики ты что делаешь? А после практики я иду на работу. Ну, собираюсь, иду на работу. А, ну, то есть у тебя там прям впритык, да, время получается? У меня времени, ну, нет, не впритык. У меня еще там остается где-то, наверное, час, да? Я там ребенка в сайт могу отвезти, пока соберусь. И, ну, не час, наверное, чуть поменьше, где-то полчаса. Я вот в это время медитирую. Не могу еще какие-то упражнения поделать. Прием с там, подчеркиваю. Вот такое. Но пока вот у меня, конечно, весь фокус направлен на практики. Сказать, что прям у меня так сильно что-то поменялось. Мне иногда кажется, боже мой, зачем я сегодня опять встаю? Я думаю, ладно, завтра забью. Нет, брат, говорю, нет, я все равно стою и собираю эти зеленые галочки. Вот. И единственное, что я, конечно, знаю, что обратила внимание, какой-то классный, такой позитивный момент. Я когда теперь слушаю какой-то там урок или книгу, если мне какая-то мысль отвлекается, я прям сразу иду записывать ее. Это вообще очень крутой навык. Потому что я тоже ранее, как ходила к нам в школу великих книг, и там есть книга такая, может, у меня адрес, по-моему, «Как читать книги искусства», в общем, «Как читать книги». Книга про то, как читать книги. И там вот как раз весь основной упор на то, что нужно вот думчиво читать, выписывать, подчеркивать, подписывать. И вот это можно прочитать книгу, но не следовать. Можно за-таки в час побед и начать реализовывать то, что говорил человек на, я не знаю, на двухстах страницах, при этом не прочитав книгу. Вот. Это такой очень классный навык, который вот я вынесла, да, и понимаю, что он у меня, мне кажется, закрепится уже благодаря этому клубу, благодаря часу победы. Сейчас еще есть вот этот момент, именно что для того, чтобы давать конкретный фрагмент, пришлось порезать. И эта порезка, на самом деле, сейчас она приобрела очень большую такую значимость, потому что дальше больше ты как бы не можешь прочитать, даже если захочешь. То есть кто в жизни, мы так книжки не читаем, да, ты вроде садишься, сколько можешь прочитала, и останавливаешься, когда устала или когда тебя сдернули. А здесь именно фрагмент маленький, и ты дальше в него просто не можешь наступить, даже если захочешь. Ну, понятно, что ты можешь там книжку найти, но ты начинаешь понимать, что в маленьком фрагменте сама книжка еще такая, что в каждом сообщении, в каждом предложении много, очень много смыслов заложено. И в этом плане она, конечно, вот очень хорошо подходит для того, чтобы ее перечитывать, перечитывать и возобновлять то, что ты прочитал. Потому что раньше было так, когда в ручном режиме было там примерно 15 минут аудиоформата, и надо, по идее, все прослушать было и выбрать. Но я понимал, что торопиться сильно смысла нет. Если у меня там за 3 минуты появлялись 5 выводов, я останавливался на 3 минутах. Но потом я знал, что я после 3 минут, например, в этом отрезке не слушал. Я слушал дальше, после 3 минут следующие. И как бы получается, каждый раз, когда мы повторно-повторно ее запускали, проштудируешь вообще всю-всюду сфинами. В этом плане очень хорошо. Нет, на самом деле это просто, я вот даже не знаю, какими вот нужно такими талантами по систематизации обладать, чтобы это все настроить. Я понимаю, это буквально за один цикл. Вот мы сейчас проходим все по этому циклу, до этого это как бы не функционировало в том объеме, в котором это сейчас функционирует. И я даже не представляю, как это было до этого. То есть это нужно собрать, там, как-то этот порт все объединить. А сейчас вообще это так легко и удобно. И вот благодаря этому как раз и вовлекаешься, да, вот благодаря геймификации такой определенной. Раньше не было такой ситуации, конечно, потому что вот, например, сейчас обратилась Анастасия, которой плюс восемь часовой поезд. Она там вначале ноги по себе там чуть-чуть повредила. Теперь плечо у нее болит, она там на уколах. И вот она мне пишет, чуть ли не с надрывом, реветка. Я не хочу, говорит, выбывать. У меня типа вот так, вот так ситуация. Когда, в какой момент, типа, вы выкидываете из челленджа. Я ей пишу, что как раз именно вот эта ситуация, этот образ преподнесения через робота, он как раз создан для того, чтобы наоборот поддерживать. Понятно, что за 66 дней может у каждого произойти что угодно, но при этом именно за счет робота получается вот эти галочки твои, которые ты говоришь, да, встаешь, их фиксировать и их считать как бы победами, да, вот этими маленькими шажочками, маленькими победами. Даже если ты все собрать не можешь, все равно все, что ты смогла собрать, они остаются, фиксируются. То есть это дает возможность под себя как бы подкладывать каждый раз вот эти положительные, постоянные, что ли, такие фундаментальные победы, от которых уже дальше двигаться. Ну да, я, знаешь, я еще вот читаю уже книгу вот в 5 утра, и там вот прям, что если вы начнете вставать в 5 утра, у вас вообще там полностью жизнь поменяется. Я такая, блин, ну когда же это поменяется? Что-то она не меняется, ну когда же жизнь поменяется? Но при этом, знаешь, все равно встаю. Это вот то, о чем ты говорил, да, в одном из своих постов, что будет вот такой какой-то вот демотивирующий фактор. Да, вроде делаешь, делаешь, как бы, а вроде как изменений никаких нет. Но если отдавать должное вот марафлотской дистанции, изменения всегда будут длинные дистанции. Понятно, что это какой-то короткий период, там какие-то кардинальные, наверное, не случится. Причем, ну я уже писала, да, и в чате, что я сейчас спать стала гораздо меньше, при этом я не чувствую сонливости. Вот для меня какой-то нонсенс, я думала, если я буду вставать там в 6 утра, да, то я буду там врываться. Я тоже буду в час лечь, но при этом я все равно встала на следующий день. Вот единственное там у меня, что выбило, это вот теракт, ну эмоционально подкачала, соответственно, я фигура по таким было. Бой, что уже не смогла встать именно. А так в целом, конечно, стараюсь все время. Пока еще. Ну посмотри, как мы хорошо нашли замену слову штрафа. Ведь раньше штраф это означало, что ты не выполнил ничего сегодня. Причем штрафы мы получали так, что ты встал, все сделал, делал, делал, блин, потом где-то оказался, ну я, например, там бегал, летом бегал обычно к озеру, находишься где-то там в лесу, в лесопарковой зоне, и там плохо ловит связь. И, короче, галочку, единичку ты не можешь поставить, потому что не подгружается интернет. И ты из-за этого просто получаешь ноль. А ноль означал, что все, что ты сделал до этого, ничего не считается. И это как бы были мега такие обидные вещи. Ну поскольку правила были такие, как бы старались им следовать, то есть ты должен предусмотреть, ты должен, значит, где-то там пораньше начать ставить, ты должен не забыть. Поэтому сейчас, конечно, в этом плане она очень структурирована, фиксирующаяся, получается, система. И, конечно, именно в этом моменте, когда кажется, что ничего не меняется, на самом деле в этот момент все и меняется. То есть меняются отношения. А потом перемены будут заметны, когда ты будешь назад смотреть. Тебе кажется, что ничего не меняется, потому что, ну, назад ты посмотришь, вспомнишь свое состояние потом в начале, и поймешь, ну, как у меня, как поменялось. То есть даже в свое состояние, в отношении твои осознания, там, идти в ней, ты можешь найти что-то, что ты будешь делать. Потому что для меня первый челлендж начался именно с цели, когда я принял решение писать книжку. То есть я делал практики, а после практики садился и выгружал из себя все идеи там на книгу, которые у меня были. Они были хаотичные. Я просто принял решение там залезть и начать это все вываливать в текст, в текстовый формат. И вот это был прям стимул. То есть сразу меняется сознание, знаешь, почему ты встаешь, зачем ты встаешь. Класс. Знаешь, кстати, вот то, что ты говоришь, что ты на текстовом ряда я знаю, что ты обратила внимание. Вот если у меня, например, какой-то сбой, ну вот, когда ты пропустил практики, блин, мне уже так некомфортно. Я такая думаю, блин, день потерянный. Вот я встала, не побегала сразу, меня отжалость сразу. И вообще, вот ты ходишь в холодильник, чтобы все это не совсем так, как надо. Потому что ты выходишь утром, вдыхаешь свежий воздух, сразу какая-то активность, разгон энергии идет. И ты понимаешь, что уже без этого как-то тебе будет уже не очень комфортно. Вот, кстати, отменения, не изменения, вот некая зависимость уже от этого появляется. Да, а сегодня, знаешь, что сегодня я прочитал книжку. А, какую книжку? Вот эти дополнительные практики, которые открываются после основных, там была идея как раз про то, что нужно создавать настроение. И практика была написать 10. Вот если у нас есть практика написать 10 событий вчера, потом практика написать 10 целей на сегодня, ну или там 5 целей, то обычно какие мы цели ставим? Мы обычно ставим что-то такое, что нужно, что необходимо сделать. И в чем разница получается? В том, что сегодня пришло задание в дополнительных практиках написать 10 пожеланий на сегодняшний день. Типа ты визуализируешь сегодняшний день и как бы придумываешь 10 таких моментов, которые бы ты хотел сегодня сделать. И я, значит, сел писать, ну подумал такой, ну а что это, это же то же самое, как обычные цели, которые мы пишем. Ну думаю, сяду писать. Но вот именно фрагмент того, что ты именно настроение, да, то есть желание прописываешь. Я начал писать, что, о, я сегодня поеду. Что бы я сегодня хотел, да, от сегодняшнего дня, какие бы плюсы получить. Вот я сегодня поеду в Екатеринбург 2 часа, назад 2 часа. Вроде ты сидишь, трясешься в машине, это как бы выматывает. Но я такой для себя думаю, так, вот я сегодня возьму на 4 часа, у меня целых 4 часа, я выберу себе книжку, которую я буду слушать в аудиоформате. Все, у меня настроение к этим, к этим времени, оно уже сразу, значит, совершенно другое становится. Потом я думаю, так, а что бы я еще сегодня хотел? Ну я же сегодня все равно буду обедать, слушать буду. Я могу себе просто придумать, какую еду я буду есть, которая бы мне прям вот нравилась, да, захотелось. И вот сейчас как раз к пешке пришел, я реализую себе еще одно желание. Ну, я взял салат, огурчики, помидорки, то есть фруктовый, ну не фруктовый, а овощной. И чтобы это было в пользу такая в этом плане. И получается эти 10 моментов, вроде кажется, те же самые цели, но они построены просто через другую призму, именно желание. Потому что обычно цели это такие, знаешь, так, позвонить там, значит, с одним человеком, решить тот вопрос, например, там, рассчитать какие-то там заказы готовые. Это всегда какое-то, ну, знаешь, обязаловка. То есть это надо, надо сделать. И это определенный, это определенная трата ресурса и силы воли на то, чтобы к этому приступить. Иногда у меня там цели со вчерашнего дня на сегодня перелезает на завтра. Я вот прямо, знаешь, перетаскиваю и вижу, блин, я тебя уже вижу третий или четвертый день подряд, когда ты у меня отсюда исчезнешь. И они как бы немножко так тоже поднадоедают, да. Когда ты застраиваешься. Я думаю, как эту практику применить, потому что она настолько прям ярко проявилась сегодня, что я понимаю, что именно настроение, создание настроя, это как раз вот результат того, что мы делаем утром. А когда ты в этот настрой себе создаешь, ты уже, собственно, и создаешь этот день, который... И потом, когда ты его пропускаешь, ты понимаешь, почему такое происходит. Потому что ты не зарядилась, ты не создала его. Вечером его создавать не получается, потому что ты ложишься спать. Что там создавать? А утром как раз вот тот момент, который, да, за отсутствием ты начинаешь понимать, как ты себя чувствовал вчера, когда это сделал, и как ты сегодня себя, ну, как продолжаешь на том же заряде вчерашнем тащить, потому что сутрица-то ничем не подзарядилась. В этом плане зависимых, да, определенное возникает. Но это называется уже как раз образ жизни. Это даже не привычка, которую ты заставляешь себя вырабатывать. Ты как бы начинаешь не сдаться именно как в том, чтобы почистить зубы, потому что если ты их не почистишь, ты пойдешь, ты будешь каждый раз сходить и оглядываться, как ты себя чувствуешь дискомфортно. Да, тебе все время будет хотеться куда-то зайти и где-нибудь там на ходу хотя бы чем-нибудь с полосночь или почистить. Здесь то же самое. То есть момент, он привыканий, конечно, есть. В этом, собственно, и суть, чтобы ты создала эти ритуалы, такие, знаешь, утренние, можно сказать, которые создают и здесь. А потом возьми, попробуй, расскажи, объясни это другому человеку, который это не делал. Он тебя только про пять утра, так же, как ты и Юлю воспринимала, скажешь, да, ну да. Слушай, да, я смотрела на нее, ну там она периодически там то в инстаграме, то в ватсапе, там выкладывает, думаю, боже, ну как она это делает? Пока я думаю, слушай, поладжалась, там пробеждалась, причем чуть ли не каждый день, думаю, как, как она это делает? Я думаю, блин, какая она сильная, это же невероятная какие-то сила боли должна быть, да, а сейчас тоже сама такое делает, думаю, ну ладно, еще на бой можно попретендовать. Вот сейчас уже увеличивается нагрузка, то есть уже нужно как-то думать, там чуть-чуть пораньше вставать, чтобы там те же три километра пробежать. И, конечно, прям сам у себя удивляешься. Когда я посмотрела на другого, это казалось чем-то нереальным, вот этот полк и сам такое сделаешь. Неужели я тоже в этой банде? Нет, очень круто и очень круто, что вот в самом вот этом комьюнити, да, я просто смотрю на вас, на ребят, и вот тут вот там пищевые паузы, как ты скажешь, да, я думаю, боже, как это, это вот, ну, я знаю, что девчонки этим увлекаются, да, но чтобы парни тоже это сделали, блин, это прям, ну, невероятная сила воли, потому что, мне кажется, ребятам сложнее всего обычно ограничивать себя в лете. Конечно, вот благодаря вам, я уже сама подхожу к этому, что надо возобновлять, я тоже там раньше к посту, к азошу, а потом вот это было перерыв. Да, это, наверное, само по себе все потихонечку подтягивается, потому что ты начинаешь с одной стороны заниматься физикой, мыслительным процессом, потом потихонечку подключается некое понимание, что ты с утра позанимался, да, побегал, а потом ты, блин, а там еще как бы подключается же еще в вечернее время сон, начинаешь замечать, если ты поздно поел что-нибудь, с утра встать почти нереально, то есть это уставшее состояние, пухшие глаза, начинаешь думать, так, что я вчера, значит, я вчера что-то там съел или по пиву, начинаешь потихонечку убирать, оттягивать пораньше, последнее питание делать, исходя из этого, понимаешь, что, блин, на утро влияет вечер, перед тем, как ты спать, если не надо там ничего есть, потом начинаешь смотреть на свое питание, а эта пищевая пауза, она, по сути дела, что дает, она дает понятие, что все, что мы делаем, автоматом закидываем в себя, жуем, 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 нам кажется, что это надо, на самом деле, зачастую, это некое сбегание, что ли, текущих, да, или заедания, просто, тебе кажется, у тебя какой-нибудь, например, мандраж, стресс, и ты начинаешь идти и жевать, хотя, ну, и пищевая пауза, она как раз и ставит на паузу, дает тебе понять, что ты вообще водой можешь, на самом деле, обойтись, у тебя еще и появляется куча времени, на все эти питания, перекусы, оно же исчезает, пустое становится, держишь в руке там бутылку, сейчас летом будет вообще просто и очень классно, потому что летом, как правило, я просто все полтора литровые бутылки в машину закидываю, и, ну, ходишь, ну, или там пол-литровые, пол-литровые, вообще классно, зашел, взял бутылочку, пошел, выпил, вам, а с водой, опять же, тоже, когда водой постоянно запиваешь, желудок полный, при этом нет такого, знаешь, он сам себя переваривает, потому что постоянно вода присутствует, мне кажется, это влияет тоже нормально на снижение, ну, давай, расскажи, пожалуйста, про навыки, какие ты приобретала за всю свою жизнь, которые пользуешься, слушай, да, у меня-то навыков, на самом деле, я сколько раз пыталась тоже, да, вот, какое-то ремесло освоить, мне там нравилось видео снимать, и я там начинала монтировать, да, а потом я понимаю, что как бы, ну, для себя я это сделаю, но у меня там не хватает там запала, да, на коммерческой основе этого делать, ну, то есть я не буду, если я не хочу, я не буду этим заниматься, вот, потом, ну, фотография такое, по-моему, особо я этим ремеслою, осталось, ну, то есть там видео для себя я могу смонтировать на каком-то таком, достаточно, ну, не сверх каком-то уровне, но более, не знаю, вот, ну, сейчас, мне кажется, все могут смонтировать, но основной мой навык, понятно, что это финансы, почему понятно, не знаю, в общем, я говорила, да, что я еще там старший класс начал экономику изучать, вот, и по образованию я банкир, но работаю я не банкир, как-то так сложилось судьба, что я перешла на финансы коммерческой, коммерческой организации, и, соответственно, я занимаюсь там уже, почти, 15 лет. что ты делаешь, банкирство для организации, это что? Нет, я не банкир, это тот, который работает в банке, да, финансист, это тот, который занимается непосредственно финансами коммерческих компаний, то есть, это, по сути, диагностика финансового здоровья компании, и, там, выведение ее, там, на неприемлемый уровень, рентабельность, введение рентабельности, ликвидности, и, помимо всего этого, плюс еще и бухгалтерская история, конечно, тоже мне приходится в это все вникать, и, всем этим заниматься. У меня очень такой интересный был кейс, я, как-то, работала на фрилансе, сейчас я, в геймхаусе работаю, для этого я работала на фрилансе, у меня была компания, как раз, из вашей области, из ревды, знаешь, такое, наверное, было. Ревду знаю, да. Вот, да, у меня там была, ну, Михаил, его сеть, доставки суши, пиццы, вот, и мы с ним работали, и у нас очень классные результаты с ним были, там, буквально, меньше, чем за год, и рентабельность повысили, да, и финансовую модель составили. А как ты своими навыками повышаешь рентабельность, Анатолий, расскажи. Ну, это анализ доходов-расходов и эффективности, рентабельность, это всегда процентное соотношение, и она показывает в первую очередь эффективность работы бизнеса. Ты ему говоришь, что покупать, что не покупать, или как? Ну, смотри, у нас, например, когда проанализировал, например, доходы и себестоимость, да, я смотрю, что как бы принятые им решения там полгода назад, они как бы были не совсем правильные. Я сказал, я говорю, слушай, ну, у тебя вот тут на соседней улице точка есть, который ты открыл, ты хотел увеличить продажи этим. У тебя продажи, конечно, немножко подросли, но они не подросли, в соответствии с тем, что надо было бы в соответствии с того, чтобы получать свою экономическую выводу, финансовую, по сути. Вот, и, соответственно, в данном случае вложения закрыть. Вот мы закрываем, там, следующее, там, через месяц, мы уже сразу видим, что у нас рентабельность увеличилась, да, что у нас деньги начали появляться или оставаться, да, и, соответственно, вот постепенно, постепенно, через анализ тех или иных расходов ты закручиваешь, выводишь компанию, там, на стоп-фуру, и тогда она может, ну, обеспечивать свою жизнь деятельность за счет финансового результата, как минимум, своего, да, и получать при этом, там, собственных, чтобы он дивиденды получал, свой какой-то профит у меня, потому что чаще всего бывает такое, что работает-работает, ну, будто бы у компании вообще стратегия создать рабочие места, а не прибыль, да, извлечение прибыли, собственно, как все, что... Сейчас ты, получается, сама работаешь, как предприниматель, или нет? Я не сама работаю, я работаю финансовым директором сейчас в компании. У меня IT-компания, я говорю, что я для этого, до этого на фрилансе была, и, соответственно, у меня там было несколько компаний на сопровождении, и, вот, с разной долей включенности, да, смотрят, что у кого это происходит. Ну, все компании, понятно, разные, там, учеты разные, подходы разные, и, не знаю, стройку не сравнили с общепитом, например, да, но при этом, при этом финансы, они, в принципе, везде один, ради чего вообще коммерческая деятельность существует для того, чтобы избегать прибыль. Ну, в конечном итоге. Ну, соответственно, вот я и занимаюсь тем, чтобы отслеживать какие-то риски, да, нивелировать эти риски и двигать компанию к тому, чтобы она получала свою выгоду. Ну, и собственники, чтобы тоже обойти компанию, какие вообще могут быть риски? И как вообще ты можешь на них влиять? Ну, я имею в виду, там что-то, закупается, что-то или что-то. Там, по идее, пишешь, пишешь, пишешь программу и поддерживаешь ее, да, или нет? Да. Или это IT-компания, которая заказывает какие-то, выполняет программы, создает? Ну, у нас это IT-компания по подписке, по сути, это как, там, я не знаю, созданное предложение, да, и ты покупаешь подписку, там, ежемесячно, у тебя какая-то сумма платится. Но у нас B2B, поэтому это достаточно крупные суммы и крупные заказчики. Но при этом это услуги, это в любом случае услуги, и это расходы на разработку, да, и тут вот постоянно приходится логировать между тем, чтобы эта разработка была в каких-то радумных рамках, потому что мы нас создавать можем все, что угодно, но при этом это будет стоить безумный денег, да, который нужно еще где-то найти, привлечь от инвесторов, от банков и так далее. Кстати, вот в этом ключе и формируем. Вообще финансирование, конечно, это про анализ фактов и выстраивание планов, да, то есть движение по финансовой стратегии и по плану, который занимается как-то финансирует, да, вот задача открыть финансовую модель, финансовую модель и определить основные драйверы, которые там влияют буквально себе струнность, да, где-то падает и все, и у тебя сразу выбивают. Или там, например, тебе заказчики платят через 10 дней, а ты даешь отсрочку на месяц и все, у тебя сразу же тоже появляется вся история и модель начинает показывать, где эти листы положены, грубо говоря, основные драйверы, драйверы роста и драйверы того, что может что-то ухудшиться. Вот, а если там на более короткую перспективу, это год, соответственно, тоже годовой план, мы формировали цель, что мы хотим увидеть по году, когда, какая прибыль у нас должна быть, какую-то выручку сделать, насколько мы на эту выручку должны потратить. Вот, и в течение года ты это контролируешь для того, чтобы мы двигались в соответствии с тем планом, который мы по париткам, у нас миллион есть, потому что мы и исполковская компания, и IT-компания, которая освобождается от налогового, нам нужно постоянно соответствовать определенным криминантом для того, чтобы нас не выбило из этой всей истории банковской перспективы, это тоже требует определенных навыков в налогировании в отчетах. То есть, это вот основная моя задача. слушай, ну и получается, что если резюмировать все, что ты говоришь, то есть, даже из расчета того, что ты находишься пусть там на директором, финансовым директором, то есть, если бы, например, к тебе обратился человек, чем бы ты могла помочь? Ну, человек с какими запросами? Если по бизнесу, да, соответственно, полностью там управленческий учет, финансовый учет, бухгалтерский учет, по личным финансам, личные финансы, честно говоря, я не люблю, они меня вообще не мотивируют, не драйвят, я как бы когда-то пробовала этим заниматься, но поняла, что мне это просто неинтересно. Вот, ну и по бизнесу, финансы бизнеса, в любом случае все. То есть, грубо говоря, к тебе должен обратиться человек с бизнесом, который попросил бы посмотреть хотя бы, да, или там сделать какие-то консультации. Такие запросы там, где мои деньги? Вот я работаю, а почему у меня денег нету, да, и соответственно, нужно продиагностировать, а где же деньги? Ну, чаще всего проще найти задачку своей модели. или дыру финансовую. Задачку, говорю, найти или дыру финансовую? Дыру финансовую, обычно это дыра, конечно. соотношение дохода, скажем так, оплаты и наших выплат. Скажи мне, пожалуйста, насколько вот твой опыт, навык перерост или дорост до состояния, когда бы тебе хотелось чем-то поделиться? Потому что вот подчас знакомств, да, я спрашиваю, кто у кого какие компетенции, но при этом мне бы хотелось наш клуб сделать побольше полезным, что ли. От этого я понимаю, что каждый у нас все равно является экспертом в какой-то своей области, там, Юля, например, в бухгалтерии, у тебя с финансами, у меня, например, с драгметаллами, опыт, ну, или там, что угодно по этим вариантам. И вот за счет этого я бы видел такое проявление в виде каких-то там маленьких мастер-классов, что ли, о том, как час знаний такое сделать и, например, записать небольшие такие мастер-классы, которые, в принципе, потом можно даже просто повторять, да, то есть записать один раз и в какой-то момент их уже там прокручивать, давать возможность ребятам, которые в клубе, ну, учиться, изучать, слушать, потом какие-то, ну, это также получается некая реклама, да, для каждого спикера, который будет поступать, возможность проявить свою экспертность, привлечь клиентов, друзей, знакомых. можно что-нибудь такое сообразить, не вопрос, у меня даже были обучающие программы, но это опять же в Российском фонде, в фонде образовательных наук, да, соответственно, я там готовил по определенным направлениям, по движению денежных средств, например, да, материалы, все, что мы можем формировать и так далее. Вот, то есть, это, в принципе, можно сделать, да, определить, просто на самом деле финансы, конечно, безумно широкая тема, она охватывает столько аспектов, собственно говоря, в самом деле, жизненхронизированная финансы, и тут, конечно, определить вообще, какой запрос может быть, да, для того, чтобы какую-то материал подготовить к этой запросе. Ну, в целом, я тоже могу это и подумать. Ну, все, то есть, если что, предварительно согласие получено, я так понимаю, можно будет просто подумать, когда к этому ближе подойдет, делали хотя бы, ну, если у тебя у самой появится желание чем-то какую-то такую фишечку сделать, то можно будет, в принципе, обсудить вариант. Более того, у нас же вот и ты предприниматель, да, и еще, наверное, есть те, которые предприниматели. Ну, да, да, в основном все равно все так или иначе что-то делают, или даже могут быть, все равно, даже если ты на найме, ты можешь посмотреть, там, чужую компанию, посмотреть, сказать, у тебя такие, 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 все это, тот же самый, там, услуга, по стоимости, там, договорились, решили, согласились, сделали, вот, в этом плане. Ну, вот смотри, казалось бы, хотела побыстрее, вот 51 минута у нас пролетела на одном дыхании. Что бы хотел сказать к концу своей речи? Я бы хотела поблагодарить тебя в первую очередь за то, что ты вот делаешь, и я уже писала, да, что есть такая классная книга непрерывный процесс совершенствования, цель, вот, и ты вот прям такой яркий пример, вот, не стоишь все на месте, что-то улучшаешь, что-то улучшаешь, что-то улучшаешь, что-то очень круто, и это мотивирует тоже, и даже, глядя на тебя, ты думаешь, так, где я такой же, там, какой-то подход могу использовать, в работе, например, да, вот я там, например, я думаю, что вот такой же подход можно было бы использовать для моих, там, сотрудников, да, как-то вот, какую-то определенную гемификацию, или вот эти мелочки собирать, ну, то есть, это очень круто, и спасибо тебе, спасибо всем ребятам, которые у нас в этом клубе, в этом сообществе, вот глядя на всех, просто каждый обладает какими-то такими вот прям уникальными навыками, да, с характером определенным, что вот хочется примиться, тоже быть лучше, каждый день, и вот все равно это сообщество, оно, ну, это как определенный, да, эгрегор, вот в таком положительном смысле, который тебя вытягивает тоже до определенного уровня, я думаю, А ты заметила, что вот реально все разношторстные, вообще все, то есть нет такой, знаешь, что там половина финансиста, или там половина ювелирус, или там одни мужики, то есть вообще же абсолютно все различается и по возрастам, и по местам, где кто живет, и кто чем занимается, нету никакой зависимости, видимо, ну, наверное, от человека зависит, который хочет расти, расти над собой, который задумывается об этом самосовершенствовании, наверное, вот это будет основным, и тот, который не боится идти вперед самостоятельно, то есть не смотрит, не ждет, что с кем-то там под ручку, надо, да, не докупит. Я тоже вставлю, вот где у нас таблица достижений, идет, где нужен балл, единичку поставишь, и вот все выполнят, я такая захожу, и я все время смотрю, надо мной и куда мной, желтенькая, значит, все окей, бежим, все идем по плану, вот, недавно тоже зашла, и надо мной нету этой желтой, к этому, блин, непорядок, что тут такое, где делаешь, где делаешь этот человек, который надо мной, ну, видимо, там, оранжевая тоже, у него потом была залетка, наверное, что-то там. да, ну, вот есть, во всем, у меня сейчас есть, здесь размышления, как сделать, я с одной стороны, вроде хочу избавиться от этой таблицы, почему, потому что это, это Google таблица, для того, чтобы ее ввести, надо сделать доступ, чтобы доступ сделать, надо попросить у человека Google почту, и когда человек у меня заходит на регистрацию, с него получается, блин, и то, и то, и то, и то, надо взять, и там очень много людей останавливаются, думая, что, ну, я только захожу, а с меня тут уже насобирали информацию, зачем вам это, ну, я так просто думаю, короче, они останавливаются, где-то на стадии передачи этих данных, и вот я думаю, что, ну, чисто по идее, там, эта практика, она для того, чтобы сделать некий чек-лист, и я думаю, что надо, может быть, сделать как-то так, чтобы в конце просто единичку в боте отправляешь, как черт, а бот уже сам, например, ведет эту табличку, делает, сам ее раскрашивает, то есть не надо никому, никому. тоже может и выгружать в Excel, при желании, да, можно настроить в Excel сразу же автоматическую выгрузку, но с другой стороны, вот сама табличка, она как бы дублирует то, что ты проделал ранее, да, то есть сейчас она в конце, да, у нас получается, ты до этого просто брал галочки, а табличка как бы говорит, ну да, ты брал галочки, молодец, да, она как бы такая вроде мелоченочная, но я ее оставил, потому что она по большей части как раз говорит о том, что вот эту маленькую штучку надо делать, да, бывают в жизни такие вещи, которые ты не оцениваешь, думаешь, они маленькие, но по большей части они прям ярко говорят о том, что ты делаешь, да, то есть ты смотришь, и ты уже не смотришь отчеты, которые там сыпятся, ты смотришь в таблички, а нет желтенькой штучки, блин, с другой стороны, надо ли оставлять тех, кто останавливается, чтобы видеть, что разряжается, да, то есть видеть те, кто отстали, те, кто остановились, и понимать, что а ты-то еще действуешь, а ты работаешь над собой. А вот эти нули красные везде, я думаю, блин, это я такая сильная, или люди такие слабые, или я. вот с одной стороны, их можно все скрывать, чтобы на них не отвлекаться, и чтобы меньше было, но с другой стороны, они как бы показатель того, что вот смотри, вот он на дорогу, а вот вычеркивается, вот люди, которые поддались своему внутреннему голосу, эго, которое старается остановить, остановить, а оно же как раз и заставляет нас думать о том, что нафига сегодня вставать, ничего не меняется, все одно и то же, что-то там обещали, а на самом деле ничего не произошло, и он бам, поддается на это, например, останавливается, один раз остановился, создал претендент, на следующий, ну я в тот раз остановился, типа и сегодня можно, и начинается одно за другим, то он говорит, а нафига себе сегодня ничего не уйдет, и таким образом, поддаваясь именно вот этому внутреннему голосу, разрушительному, хотя он может как раз говорить только о положительных выгодах и здоровье, то есть почему не вставать, потому что надо поспать, потому что сон это главное, без сна, это вообще там люди с ума сходят, без сна люди умирают, надо здоровье блестит, зачем бегать, вот нога же болит, зачем, надо наоборот, посидеть, надо еще что-то делать, и таким образом, такой самообман возникает, подмена, которая заставляет все бросить, а вот чтобы это потом опять начать заново, конечно, будет еще, мне кажется, несколько раз сложнее, я когда-то, знаешь, уже тоже сам думаю, когда окончание челленджа, думаю, блин, а что я буду делать, что меня будет потом дробить, мотивировать, ну посмотрим, может у меня уже привычка к этому прям устойчиво стабильности, кстати, сейчас я хочу спросить, у нас планируется потом по итогам челленджа какая-то встреча, просто чтобы примерно понимать, когда будет? Ну, честно, я как бы ничего сильно не планировал, можно сделать, вопрос как, прилетишь в Екатеринбурге, ну, я вон с июля собиралась же тоже, несмотря на то, что не участвовала, собиралась терапеть, потом у меня даже так не получилось, но вот я думаю, что мы с ней обязательно будем. Ну, было бы желание, я думаю, нам что-то собраться недолго, какое-то место определить, хоть онлайн, хоть оффлайн, в принципе, можно хоть как сделать, нет там никаких больших критерий, чуть-чуть наперед, я могу забежать, сказать, что, наверное, я останавливать там робота не буду, то есть те, что проходят, они могут там, например, дальше сейчас, но это надо подумать, как сделать, и потом возобновлять новый, я вообще хочу сделать так, чтобы это была, ну, некая такая, знаешь, вторая жизнь, потому что сейчас мы собираем вот эти баллы, собираем эти победы, я бы вообще хотел, чтобы это формировало некий такой баланс псевдоденек игровых, которые можно потом как-нибудь между друг другом перекидывать, раскидывать, в качестве благодарности, в качестве, за там подарки на день рождения, в качестве оплаты за какую-то услугу, например, ты просишь там, что-то сделать, и раз, перекидываешь эти, а потом, по идее, этими баллами, можно будет там как-то, вот, ты же финансист, на тебе задачку, как сделать так, чтобы это все было доходное для клуба, и при этом было интересно для участников, вот каким-то макаром собираем, значит, баллы, люди в этом участвуют и могут оплачивать, то есть, откуда деньги, да, появляются, человек участвует в платном челлендже, он оплачивает, например, сумму, это, она ложится, значит, на счет, там, какое-то распределение, каким-то макаром баллы туда передаются людям, потом он на эти баллы может, например, фирменную продукцию купить, получить себе, значит, там, зачелк, или кепочку, футболочку, вот тебе, пожалуйста, финансовая задачка, которую надо каким-то макаром решить и сделать так, чтобы она для всех была выгодна. Я думаю, если ты над этим подумаешь, у тебя будет ответ и на твою компанию, потому что чуть-чуть под видоизменить, сделать у себя внутри такую штуку, будет прикольно. Тем более, когда ты, знаешь, начинаешь мотивировать нематериальными вещами сотрудников, это же всегда больше, сильнее привязывая человека. Мы говорим, что валы это такая типа монетизация, что это как бы в будущем деньги, да, то есть, это все равно это эквивалент денежный получается. Ну, монетизация на самом деле заключается же в том, чтобы делать платное участие в челлендж. То есть, ты платишь и ты начинаешь в нем участвовать. Отсюда появляются деньги, то есть, монетизация самого челленджа происходит. А вот эти внутренние баллы, они, ну, некий кэшбэк, что ли. То есть, когда ты выполняешь задания ежедневно 66 дней, ты зарабатываешь эти баллы, они становятся некими псевдоденьгами, да, виртуальными, которые ты можешь на них что-то заказать себе в виде, там, предварительно, да, футболочки, кепочки, как уж это можно сделать, не знаю, внутри между собой тоже почему-то не обменялось, если ты меня попросил, ну, да, я вот попросил выслать мне, да, там, какой-то песочек с этих, с маврикия, вот он ко мне придет, я могу, например, там, закинуть вот этими баллами, перевести балл, например, прикольно же, прикольно, вот, а при этом, ну, наверное, эта штука в виде кепок, она не может быть куплена просто за деньги, ее можно, например, только за баллы купить, и смысл в том, что, если ты, например, бесплатно участвуешь, то эти баллы ты зарабатываешь, но их нельзя обменять, если ты платно участвуешь, ты можешь их потом использовать, может вообще бесплатно не делать, и у меня есть идея сейчас, я в последний раз рассказывал про реферальную программу, это когда ты привлекаешь людей, рассказываешь, по твоей наводке приходит человек, оплачивает, и ты получаешь процент, знаешь, такой, агентский, так вот, я видела, твою акцию, да, я видела, я думала, надо будет модельку сделать и проиграть, и попробовать, здесь, здесь у меня родилась такая штука, что ее обычно используют наоборот на старте, когда хотят раскачать проект, и каждый начинает там просто говорить, ну, нам-то по сути дела надо сделать так, чтобы привлекал и рассказывал человек, который это прошел там, чтобы ему было с чем поделиться, чтобы ему было что сказать, отсюда, я думаю, что было бы очень здорово сделать это в качестве там благодарности или мотивационной программы для тех, кто прошел, то есть, когда ты проходишь челлендж, ты получаешь возможность участвовать в реферальной программе и получать вознаграждение с тех людей, которым ты рекомендуешь, но ты не рекомендуешь его голословно, ты его прошел сам, и ты знаешь, о чем ты говоришь, и ты продолжаешь, и для тебя это становится таким же образом жизни, и вот здесь для тех, кто заходит, чтобы зарабатывать на этом, например, им надо пройти челлендж, когда они проходят этот челлендж, они сами попадают в систему переделывания самого себя, понимания ценности этого, и они уже, им не надо объяснять, что ты не впариваешь никому эту ссылку, чтобы они перешли, и ты ищешь людей близких, по вибрациям. Ну, да, подумаем, если что, я тебе там задам еще несколько уточняющих вопросов. Давай. Ну, в общем, благодарю тебя за то, что подключил. У меня неделя прошлая выпала, я там с болезнью, но все, сейчас будем потихонечку добивать и проводить оставшиеся беззеты, которые сейчас есть. все, давай, я тебе желаю всего хорошего, чтобы ты дошла, да, дошла, обязательно вспоминала как раз все, что мы сегодня говорили, потому что здесь, конечно, только положительные эмоции, и там в конце можно будет развернуться, даже на эту ситуацию, когда ты сейчас разговариваешь, вроде ничего не меняется, точку такую, триггерную ставишь, и потом оттуда смотришь назад на этот разговор и ты не хочешь понимать, было изменение или нет. Да. И все, тогда отключаемся. все, пока. Пока.